Привет, друзья! Наталья Тинякова относится к тому поколению артистов, которые больше любят театр, чем кино. Кинематографическая биография актрисы не может похвастаться десятками сыгранных ролей, зато на сцене театра она была задействована во многих постановках. Несмотря на почтенный возраст, Наталья Тинякова продолжает выходить на сцену родного театра и радовать поклонников новыми ролями. Имя Натальи Тиняковой стало известно на всю страну, когда на экраны вышла картина «Любовь и голуби», в которой она перевоплотилась в бабу Шуру. Родилась Наталья Тинякова 3 июля 1944 года в северной столице в семье совершенно нетворческой. Девочка тоже не собиралась идти в артистки, как тогда было модно. Наташа считала, что обладает неподходящей внешностью для актрисы, у нее было круглое лицо и слишком пухлые губы. Родители советовали дочери идти в педагогический вуз, и она была не против. Всерьез девушка задумалась об актерстве в девятом классе, после того, как преподаватель литературы предложила ей не бояться и попробовать поступить в театральный. Наташа стала более уверенной, после того, как приняла участие в любительских постановках, и они прошли с большим успехом. Девушка решилась и отнесла документы в ЛГИТМИК. Ей удалось поступить с первого раза, но о своем успехе девушка сообщила только маме. Отец пребывал в полном неведении, что дочка учится в театральном, он был уверен, что она поступила в педагогическом. Когда Наталья добилась первых успехов, только тогда призналась папе, где она учится на самом деле. В тот год вместе с Натальей поступило очень много талантливых молодых людей, которые впоследствии прославились на всю страну. Тинякова была знакома с Виктором Костецким, Леонидом Мозговым, Ольгой Антоновой, Сергеем Надпорожским. После получения диплома театрального института Наталью приняли в Ленинградский театр Ленком, где она в течение года была задействована в постановках «Дни нашей жизни» и трехгрошовая опера. В 1967-м ее пригласили в труппу ленинградского БДТ, и достаточно быстро она стала его примой. Тинякова смогла стать на один уровень с прославленным Смоктуновским. На сцене этого театра Наталья Тинякова блистала на протяжении 12 лет. После этого в ее творческой биографии наступил московский период, и актриса служила в театре имени Масовета, потом была сцена МХТ имени Чехова, затем перешла в школу современной пьесы и некоторое время выступала на подмостках театра имени Вахтангова. Самой заметной работой Натальи Тиняковой в театре стала постановка «Лес», где она сыграла Гурмышскую. Именно эта роль принесла актрисе почетную премию имени Станиславского. В последнее время Наталья Тинякова служит в театре Ермоловой, где ее партнерами в постановке «Полеты с ангелом». Шагал стали супруг Сергей Юрский и актрисы Людмила Дребнева. В этом спектакле Тинякова задействована в нескольких ролях. Наталья Тинякова зарекомендовала себя как репертуарная актриса и практически не участвует в антрепризах. Она считает, что в них больше коммерческого, чем творческого. Дебют Натальи Тиняковой в кино состоялся в 1966-м в фильме «Старшая сестра». Ее партнершей стала Татьяна Доронина. По сюжету две осиротевшие девушки мечтают стать актрисами театра и пытаются воплотить эту мечту в жизнь. Следующей успешной работой была картина «Зеленая карета», в основу сюжета которой легла биография актрисы из Петербурга Варвары Осенковой. А вот самой заметной ролью стала ее баба Шура из ленты «Любовь и голуби». Актриса мгновенно сделалась популярной, хоть роль и не была центральной. Режиссером картины был Владимир Меньшов, и именно он предложил дать эту роль Тиняковой, даже несмотря на то, что ее экранный персонаж намного старше, чем сама актриса. Наталье в то время исполнилось 40 лет, но ее так загримировали, что она выглядела старше лет на 20. Актриса долго репетировала, ей нужно было вжиться в роль деревенской старушки, научиться ходить и говорить, чтобы выглядеть реалистично. Тинякова во многом ориентировалась на свою соседку в деревне, где она на лето арендовала дом под дачу. Наталья Тинякова не очень любила кинематограф, и если ей одновременно предлагали работу в театре и съемки в кино, то предпочтение отдавалось театру. Она часто отказывалась от съемок, возвращала сценарий и с головой окуналась в театральную жизнь. Единственное, на что она соглашалась, были телеспектакли. Аргументировала тем, что это та же постановка, только снятая на камеру. Самыми запоминающимися телевизионными спектаклями стали «Али Баба» и «Сорок разбойников» и «Смерть Вазир Мухтара». «Новый век» не изменил мнение актрисы по поводу съемок в кино. Наталья Тинякова по-прежнему очень много сил, отдает театру, а на экранах телевизоров появляется исключительно в телеспектаклях. Но зато у нее появились главные роли. Единственной картиной, в которой согласилась сыграть Тинякова, стала лента «Отцы и дети» по роману Тургенева. Это была полноценная лента, а не очередная театральная постановка, снятая на камеру. В этой картине Тинякова сыграла мать Базарова. Начиная с 2010-го, актриса совершенно исчезла с экранов телевизоров и всю энергию и силы отдала любимому театру. Она до сих пор выходит на подмостке МХТ имени Чехова, театра, с которым по-настоящему сроднилась. В 2011-му актрисы был первый опыт озвучивания зарубежных фильмов. Голосом Тиняковой говорит миссис Ферфакс из фильма «Джейн Эйр». В самом начале 2015-го Наталья Тинякова оказалась в больнице, куда была доставлена прямо из театра. На одной из репетиций постановки «Юбилей ювелира» актриса вдруг почувствовала себя плохо. Перепугавшиеся коллеги вызвали скорую помощь, которая и доставила ее в одну из московских клиник. Медики приложили все усилия, чтобы Тинякова как можно скорее поправилась, нейтрализовали угрозу, но домой не отпустили. Актриса находилась в медицинском учреждении до тех пор, пока не прошла комплексное обследование. Первым мужем Натальи Тиняковой стал сокурсник, Лев Додин, впоследствии знаменитый театральный режиссер, народный артист России. Так как брак долго не просуществовал, детьми супруги обзавестись не успели. Личную жизнь актрисы изменила встреча с Сергеем Юрским, который к тому времени уже был кумиром миллионов советских зрительниц. Знакомство с легендой отечественного кино состоялось на съемках телевизионного спектакля «Большая кошачья сказка». Между актерами вспыхивают чувства, но так как оба были несвободны, серьезных отношений не получилось. Роман завязался только через несколько лет, когда Юрский развелся с актрисой Зинаидой Шарко, а Тинякова ушла от Додина. Свадьбу сыграли 25 апреля 1970 года, и с тех пор пара была неразлучна. Наталья поддержала супруга в те годы, когда на него начались гонения в Ленинграде. Артиста объявили диссидентам, не давали работать. Жена Сергея Юрского, ранее носившая девичью фамилию, сменила ее на фамилию мужа и последовала вместе с ним в Москву. В семье родилась дочь Дарья, также ставшая актрисой. Девушка окончила школу студию МХАТ. Когда Даша решила поступать в театральный вуз, Тинякова позвонила Олегу Табакову с просьбой, если не увидит в дочери таланта, пусть не берет. Я не хотела, чтобы она поступила, потому что она дочь. Нет, нет. Но Олег, встретив меня, когда Даша уже прошла все туры, развел руками и сказал «извини, Наташа, не мог не взять», рассказала артистка. Дипломный спектакль Дарья Юрская играла вместе с мамой. Позднее коллеги упрекнули Наталью, что та от волнения за дочь вела себя на сцене непрофессионально, повторяя беззвучно текст Даши. Наталья и Сергей Юрские – счастливые бабушка с дедушкой. У их дочери двое детей, сыновья Георгия и Алишер. Фото счастливого семейства нередко украшали печатные СМИ. В интервью актриса призналась, что считает себя человеком с сильным характером, поэтому никогда не успокаивала мужа в трудных ситуациях, а напротив, настраивала его на дальнейшую борьбу. Порой актрисе самой приходилось проявлять силу воли, выходя на сцену. Однажды дочь Даша попала в серьезное ДТП, с места которого ее увезли в институт Склифосовского. Тинякова в этот вечер играла спектакль, который не отменила, хотя и это стоило титанических усилий. Одна из знаменательных страниц в истории семьи Юрских – их совместное выступление на одной сцене в спектакле после репетиции, который неизменно пользовался популярностью на протяжении нескольких сезонов. 8 февраля 2019 года пресс-центр театра Масовета сообщил, что народный артист России Сергей Юрский скончался на 1984 году жизни. В декабре СМИ писали об экстренной госпитализации актера и его тяжелом состоянии, однако позже администрация театра уточнила, что Сергей Юрьевич был на профилактическом лечении. Причиной смерти Юрского является сердечная недостаточность. В июле того же года состоялся юбилей актрисы – 75 лет. Коллектив родного театра поздравил Наталью Максимовну с днем рождения, а официальное празднование состоялось только через полгода из-за недавней трагедии в семье. После самоизоляции 2020 года Наталья Максимовна переехала на дачу. Компанию ей составил старший внук, который дистанционно учится в ВУЗе. Сейчас актриса по-прежнему занята службой в театре. Помимо продолжающейся работы, в постановке «Лес» Наталья Максимовна вместе с дочерью играет на малой сцене МХТ имени Чехова в спектакле «Офелия боится воды». Проект основан на пьесе Юлии Тупикиной, одного из самых востребованных современных драматургов. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.